После заказа билетов на пассажирские самолеты, на электронную почту приходит один авиабилет и свидетельство покупки электронного билета. Для упрощения операции по получению свидетельства нужно заранее зарегистрироваться в электронной почте. Обратите внимание, важно наличие маршрутного чека при международных перелетах. Это поможет при получении визы. На маршрутном талоне печатаются следующие данные, фамилия, имя и отчество пассажира, маршрут, время отправления прибытия, финансовые сведения, там же указываются налоги и сборы, другие сведения об использовании дополнительных платных опций. Таким образом, на этом талоне указываются сведения о полете. Когда и зачем необходима квитанция при путешествиях за границу квитанции функция, это подтверждение следования маршруту и наличие обратного билета. Это значит, что пассажир не собирается незаконно оставаться в стране на долгое время. Также чек поможет получить визу в посольстве без проблем. Маршрутная квитанция электронного билета Аэрофлот Обратите внимание, в некоторых заграничных странах существует несколько видов виз, в зависимости от срока пребывания туриста в стране. При предъявлении маршрутной квитанции выдается соответствующая виза. Во время проверки ожидающих самолета людей не обязательно предъявлять охране билет. Вместо него предоставляют маршрутную квитанцию. Подтверждение сведений о поездке на работе. Например, при подаче документации в бухгалтерский учет. Подавая документы о поездке, в папку вкладывают квитанцию, заполненную специальную форму отчета и ждут выплаты финансов. Обратите внимание, если электронное свидетельство напечатано на иностранном языке, работодатель вправе потребовать заверенного перевода у нотариуса. Чаще всего заверенный перевод выполняется в течение недели, однако сроки могут изменяться, в зависимости от обстоятельств. Функция, о которой знают не все, возможность бронирования места в самолете заранее, с помощью сайта авиалиний. В таком случае, при регистрировании на рейс пассажиру выдадут специальный документ, подтверждающий право на забронированное место. Обратите внимание, опция «Выбор места заранее» на авиа может быть платной. Оплата дополнительных услуг включается в маршрутную квитанцию. Данные вводятся в поле дополнительных финансовых затрат. Общий вид талона квитанции Чем отличаются маршрутные квитанции? Электронный билет на самолет и посадочный талон Маршрутное свидетельство присылают в письме на электронную почту. При желании талон печатают на листе формата А4, чтобы данные четко просматривались, если возникнет необходимость проверки. На маршрутном свидетельстве указываются номер билета, код бронирования, личные регистрационные сведения пассажира, нумерация рейса, наименование компании, информационная строка о багаже, сведения о вылете и местоположении конечного пункта, информационные данные об оплате, в которые включены тариф, сборы и такса. Рассмотрим, что содержит каждый вид раздела, дополнительные финансовые затраты. Тариф, цена на авиабилет. Если в результате полета пассажир нарушит правила, то в тарифы включаются штрафы и денежные сборы. Сборы, сумма денег за дополнительные опции. Например, за страховку багажа, преждевременный выбор места и так далее, такса, налоги, которые берет компания. Например, денежная сумма за потраченное топливо, топливный сбор. Основные ошибки при оформлении маршрутной квитанции и как их исправить, где указан номер билета РЖД маршрут, квитанция электронного билета, тоже документ. Поэтому вероятность появления ошибок исключить невозможно. Самая распространенная ошибка – неверно указанные личные данные пассажира, отличающиеся от паспортных данных. Если перелеты совершены внутри России, то проблем с этим обычно не происходит. Подтверждение личности с помощью паспорта перекрывает ошибки. Но в случае, когда авиабилет куплен на заграничный рейс, ситуация обстоит иначе. Первое, что нужно делать, сразу связаться с авиакомпанией или агентством, которое купило билет, и заявить об ошибке. Они обязаны связаться с авиакомпанией и изменить данные, предупредив об этом инциденты проверяющего. В худшем случае пассажира не пустят на борт. Однако не стоит беспокоиться, если ошибка была сделана на электронном талоне. Это не так страшно по сравнению с электронным билетом. Электронный чек подтверждает проведенную операцию покупки электронного билета, но не представляет сам билет. В аэропорту она не имеет большого влияния, в отличие от билета. Обратите внимание, пассажира не допустят к самолету, если предъявлена только маршрутная квитанция, то есть без билета. Помните, хоть это свидетельство не обязательно, иногда спросить квитанцию все-таки могут. Часто показать документ требуют в иностранных аэропортах. При обнаружении неполадок талон будет свидетельством покупки билета. Поэтому важно иметь при себе бумажную печать. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.